Да, есть некоторая доля сложности в донесении информации. Но я думаю, если говорить о молодежи, то для них более, наверное, понятен такой язык, как современные гаджеты. Мы же пользуемся телефоном, мы не думаем, как происходит связь у нас, каким образом мы по видеосвязи друг с другом общаемся. Мы не понимаем, как, например, мы подключаемся к интернету, где эта информация хранится. Мы же это не можем увидеть реально, где вот эти полочки, на которых лежит информация, которую мы черпаем из интернета. Но чисто технически мы это делаем, но объяснить это очень сложно. Также мы понимаем, что, например, в компьютере у нас есть и она необходима антивирусная защита. Мы понимаем, что сейчас очень много защитных каких-то свойств, уже функций заложено в телефонах от мошенников. Там есть же такая функция и так далее. То есть это защита для телефона. Но телефон работает с чем у нас? Это инструмент для какой-то информации. Поговорили с кем-то, отправили смс, скачали видео. Это же все равно обмен информацией. Точно так же и компьютер. Точно так же человек устроен. Он также общается с людьми. Либо мы визуально видим какую-то информацию, либо мы что-то слышим, либо мы можем что-то написать. И вот информация, которая входит в наше пространство, она несет, ну это самое простое, она несет либо характер гармоничный, созидающий, либо разрушительный. И каждый об этом знает. Кто-то даже, например, боится позвонить человеку. Он знает, что этот человек будет сейчас агрессировать. Я не хочу с ним разговаривать. Но почему? Потому что ему после общения с таким человеком становится плохо. Ну и так далее. Поэтому мы говорим о том, что так же как... Я думаю, тут вообще многим понятно. Если уж для нашей техники, электронных устройств нужны средства защиты, то для человека тем более. Потому что мы более многофункциональная система по обмену информацией энергией. Поэтому квантовые голографические модули, они как раз взаимодействуют с нашим личным информационным пространством. И они, как антивирусная программа в компьютере, считывают ту информацию, которая приходит, находится в нашем поле. И удаляют ненужные вирусы. То есть ненужную информацию, которая нам вредит. Это как защитные свойства работают. Также, допустим, мы понимаем, что вода наслаивает тоже информацию, как хорошую, так и плохую. И не секрет, это уже, по-моему, давно даже было в средствах массовой информации, где говорилось о том, что во время заседания в Японии, когда разговор шел о защите населения не только от ядерной войны, но и какие средства еще могут разработать, то есть на уничтожение человека, которые направлены. То есть вот эта тема войны, тема уничтожения человека. И после вот этого заседания практически все ученые попали в больницу. Почему? В клинику. С отравлением. Но они ничего не употребляли в пищу. А они пили воду, которая стояла во время заседания на столе. Вот эта вся информация, о чем они говорили, записывалась на воду. Они эту воду пили, и эта информация разрушительного характера, вот таким образом, она, скажем так, воздействовала на весь организм. То есть что пищевое отравление и энергоинформационное отравление по своему действию на физическое тело, они имеют одно и то же воздействие. Поэтому вот как удалить вот эту негативную разрушительную информацию, например, с воды, это тоже модули могут делать. То есть это современные, можно так сказать, гаджеты, которые беспроводные, потому что мы знаем, что есть сейчас беспроводные наушники, телефоны, другие виды электронной техники. А модули, это, скажем так, это те же самые гаджеты, которые не требуют подпитки от электрических сетей, потому что внутри кристаллы, которые включают вот ту программу взаимодействия с нашим полем. То есть каждый модуль несет свое назначение. Либо защиты, либо очищение воды, ну и либо другие какие-то свойства. Продолжение следует...